ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Я инспектор гаджет. Вот это вот... Всем привет! Это внутренний голос. И сегодня мы приготовили для вас безумно интересные обзоры. Я ведь их не обманываю? Нет, конечно. Ну и отлично. А то смотри у меня. Давай, первый обзор. iRiver M-Player. Музыкальный Микки Маус – плод сотрудничества iRiver и студии Диснея. Разных цветов и разной емкости. Когда-то MP3-плеер был дорогой игрушкой. Сегодня технологический прогресс и дешевеющая флэш-память позволяют запихнуть MP3-плеер куда угодно. Хоть в телефон, хоть в пачку сигарет, хоть в игрушку. Любых размеров и расцветок. Таков, например, розовый M-Player от iRiver. Он очень нравится блондинкам. А ведь даже брюнетка – это блондинка в душе. Аппарат маленький и кругленький. Носить его следует как кулон. Для навигации по трекам, изменения громкости и так далее нужно крутить круглые ушки. Они такие глянцевые, приятные на ощупь. Девушки вас тоже напопискивают. Емкость памяти данного… ээээ… объекта – 1 гигабайт. Маловато, конечно, зато плеер совместим со всеми основными форматами цифровой музыки. Обмен данными с компьютером выполняется через порт USB. И подзарядка тоже. Кстати, время работы от одной заправки – около 8 часов. M-Player сигнализирует о готовности к работе свечением индикатора. Кнопка включения по совместительству играет роль кнопки паузы. Комплектные наушники неплохи, но учтите, что заменить их вряд ли получится. Они соединены с веревочкой для ношения на шее. Звук своеобразный. Может быть, это субъективно и сказывается впечатление от дизайна, но поначалу он кажется каким-то мультяшным. Совершенно неизгладимое впечатление на этом Микки Маусе производит ядреный шумовой индастриал «Einstürzende Neubauden». Слушай, ну это какой-то ушастый трэш. Ты чего меня перед людьми подставляешь? Мне как-то неудобно. Что у нас дальше? Вайо. Так, Вайо. Это тот маленький ноут, батареи которого мне даже на просмотр одного фильма не хватило? Ты в своем умею вообще? Так, все, друзья. Я умываю руки. А, не слушайте его. Так я его, а кого слушать? Дэвида Боуи, что ли? Ладно, давай там свой обзор. Ну хорошо. Sony Vio VGN UX50. Изящная, эффектная и, что не менее важно, удобная ультрамобильная система Sony Vio VGN UX50 сразу вызывает интерес и не обманывает ожиданий. Чем знаменита эта машинка? Главным образом тем, что сегодня это чуть ли не самый продвинутый ультрамобильный комп. Дело не столько в технических характеристиках, вроде скорости процессора, сколько в том, что Sony поработала над аппаратом так, как умеет только она одна. Система весит примерно полкило. Великовата для ношения в кармане. Но такие штуковины обитают обычно в сумке или рюкзаке. Корпус сделан в форм-факторе горизонтального слайдера. Когда машина сложена, ей можно управлять с помощью сенсорного экрана и боковых кнопок. На них вынесены функции запуска системного меню, увеличение и уменьшение картинки на экране, кнопки мыши. Под большим пальцем правой руке немного шершавая поверхность типа джойстика. Он используется для управления курсором мыши. На верхней кромке дисплея датчик отпечатка пальца. Можно настроить защиту от посторонних глаз. Если сдвинуть экран вверх, откроется небольшая стандартная QWERTY клавиатура. Клавиши практически не выступают над поверхностью. Нет ощущения нажима, но работать можно. И есть подсветка кнопок, что очень удобно, когда работаешь поздними вечерами. При этом корпус машинки сконструирован так, что довольно удобно держать его двумя руками и вводить текст большими пальцами. Единственная сложность возникает при вводе комбинаций клавиш. Экран очень яркий, диагональ 4,5 дюйма. Дисплей широкоформатный, со специальным покрытием Sony X-Bright. Смотреть фильмы вполне комфортно. Насколько вообще можно говорить о комфорте просмотра видео, если речь идет о полукарманном ноутбуке. Характеристики вполне приличные для ультрамобильной системы. Процессор Intel Core Solo U1300 с таковой частотой 1 ГГц. 512 МБ памяти. 30 ГБ диск. Полный комплект беспроводных адаптеров. Работает довольно шустро, особенно учитывая, что на нем стоит не тормозной монстр по имени Windows Vista, а нормальный XP. В машине есть две камеры. Одна с разрешением 640 на 480 находится спереди. Вторая на 1,3 Мп сзади экрана. Первая используется для общения в интернете, например по скайпу. Вторая для фото и видеосъемки. Поскольку создатель этого агрегата Sony, то разумеется в нем есть гнездо для Mavory Stick. Sony VAIO понимает все основные форматы этого носителя, а их много. Кроме того, имеется возможность работать с карточками Compact Flash. Также в наличии один USB-порт и один HDMI-выход для вывода видеосигнала с помощью адаптера. Время работы от батарей чуть меньше 4 часов. В достаточно экономичном режиме на тесте MobileMark. Не так уж и плохо. В любом случае лучше, чем у некоторых модных нетбуков, вроде Acer Aspire One. Цена вопроса кусается. 43 тысячи рублей. Дорого, но со вкусом. От расплодившихся в последнее время нетбуков модель выгодно отличается хорошей функциональностью и неплохим временем работы от одной зарядки. Ну и, конечно, стиль и дизайн. It's a Sony. В этом ноутбуке есть только одна полезная вещь. Stilus. Потому что им удобно ковыряться в ушах. Я смотрю, ты решил сегодня устроить бунт? Продвинуть все фуфло, какое у нас есть? Чувствую нас сладенькое. Нас ожидает что-то невообразимо бессмысленное. Ты прав. Брюлики. Что? USB-брелки Active Crystals от Philips. Эти необычные USB-шки появились на свет благодаря сочетанию технологий Philips и модного стиля Swarovski. Флэш-накопители USB емкостью 1 и 2 гигабайт Active Crystals представлены в нескольких дизайнерских решениях. Покрытые сверкающими кристаллами Silver Shade или кристаллами с вкраплениями черных гематитов, изготовленных по технологии Serolun, они вызывают у прекрасной половины человечества чувства близкие к эйфории. Стиль и простоту подчеркивает элегантная двойная цепочка. Но это не только модное украшение. Они отлично подходят для хранения и обмена необходимой информации. Внутри брелка флэш-память типа NAND, выполненная по технологии MLC. Максимальная скорость чтения данных – 24 мегабита в секунду. Скорость записи – 6 мегабит в секунду. Но скорость – не главное достоинство этих флэшек, ведь они предназначены не для офисных работников и IT-специалистов, да и сисадмины вряд ли по достоинству оценят красоту кристаллов Swarovski. Тем более, что продается все это великолепие в подарочной упаковке с ювелирным футляром за 7 тысяч рублей. Чем не презент любимой девушке на 8 марта? Ну и, как говорится, гламурненько. Блин! Ты меня своим последним обзором просто убил! Что за кич? Внутренний голос. Наличие бруликов на девайсе – это фиг! С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Вообще-то, они теперь наши. Кто, вот эти флэшки от Swarovski? Что ж, а сколько они стоят? 7 тысяч рублей. Ты правда? А как думаешь, что мы вот сердечко вот здесь будем на моей маечке? Как говорится? Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok